«Я не могу, не хочу и не буду!» – кричал умалишённый, сидя за своим столом, заваленным бумагами. Снаружи толпились посетители, которых преданная секретарша поила чаем через специальное окошечко в двери. Пайку в окошечко нельзя было просунуть, и народное возмущение нарастало. «Отвори, пожалуйста, синие двери!» – кричал умалишённый, и не раз преданная секретарша затворяла окошечко и успокаивала умалишённого долгим пронзительным взором. Народное возмущение нарастало, там требовали хотя бы отворить окошечко, и навсегда преданная секретарша вынуждена была запирать его на тяжёлый висящий замок, чтобы успокоить умалишённого. Она подпихивала наружу под дверь записочки с изображениями различных насекомых, которые особенно удавались ей, и толпа постепенно успокаивалась и расходилась, чего нельзя сказать об умалишённом, который уже теперь требовал неизвестно чего. И всё это происходило среди белого дня. Белый день корчился, синел и старался сдвинуть происходящее куда-то вбок, на утро или на вечер, но это не удавалось, и утро и вечер сторонились от этого, как от зачумлённого, пятились в овраг и покрывались, лёжа там, зелёной плесенью. Не надо, однако, думать, что крики умалишённого совсем не достигали цели, ведь вы всё это читаете, и, жадно забегая глазами по строчку вперёд, стараетесь узнать, что там в овраге. Ничего вы не узнаете.